Друзья, всем привет! Сегодня я решила посеять свои семена лобелии. В прошлом году я их сеяла, где-то в числах 20 января, и сейчас, я думаю, как раз самое время подошло посеять лобелию. Беру вот такой почвы-брикет, обыкновенный биомастер почвы-брикет. Размочила и сделала вот такие таблеточки. Таблеточки, если кому интересно, я делаю из вот таких вот бутылочек, из-под кисломолочных продуктов, горлышко отрезаю, донышко отрезаю, получается две таблеточки. Очень удобно мне будет потом их вынимать, и вообще очень удобно вот именно с лобелией с мелкопыльными семенами. Я, значит, белую лобелию досею, та, которая у меня была прошлогодняя лобелия, ампельная, белый каскад. Но не скажу, что она мне сильно понравилась, но я решила ее все-таки досеять. Зачем пропадать семенам? Значит, я ее посею вот сюда вот прям. Методом посолить, потому что в прошлом году я села и другим способом. Росла она одинаковая, поэтому я решила вот таким вот обыкновенным. Никаких заморочек, так как тут гранул нету, тут просто пыль. Тут вообще не видно, как их можно посчитать, тут я не знаю, поэтому сею вот так вот, а потом разберусь. Я такие мелкие растения пикировать люблю. Не буду, конечно, каждый отделять. Это понятно, что это нереально. Поэтому вот тут вот вся пыль, которая есть, все, она пойдет сюда. Все, чтобы все было в пользу. Вот так вот я сейчас все высею, подпишу ее и ставлю под подсветку, а точнее поставить, наверное, даже поставлю не под подсветку, а на батарею, потому что у меня в этой комнате прохладно. Ну, теперь, значит, я беру лобелью кобальт. Тут семян не так много, но все-таки, видите, какой пакетик. Пакетик зип, и он, из него не знаю, как я вынимать буду, конечно. Надеюсь, она будет не хуже, чем хрустальный дворец. Хрустальный дворец не нашла в этом году. А заказывайте, а не заказывайте, именно никогда. Беру вот так вот и солю. Все. Чувствую прямо вот руками, что очень уж много я солю. А ее же надо все использовать. Вот, хотел три штучки. Тут ее много еще. Придется еще занимать. Одну. Вот четыре штуки я посею вот этих кустовых. А эти две оставлю на ампельную. И больше я ампельной сеять не буду. Белая и синяя достаточно. Ну, и вот это вот все-все-все. И сейчас высыплю сюда все равно. Я люблю работать с мелкими всходами, поэтому я ее спокойненько распикирую. Я не буду с ней возягаться сильно долго. Каждую не буду разделять. А это тоже немалый семян. Бисер голубой. Но это видно, что длинно-черешковая. Это означает, что она будет ампельная. Ничего не пишут больше. Как хорошо, что их не так много. Потому что семена оставлять на следующий год я не хочу. Кстати, семена все храню в холодильнике. Боковой дверки. Ну, вот я посеяла лабелью. У меня их три сорта. Три цвета. Колубая ампельная, белая ампельная. И вот это кобальт кустовая. Еще у меня есть семена цинерарии. Я их тоже сею все время. В одно и то же время с лабельей, с питонией. И вот, думаю, сегодня нам тоже посею. Семена просроченные. Вот до 20-го года. Это вообще до 18-го навряд ли что взойдет. Но я и не буду. Мне вот этих очень много даже. Но сейчас найду какую-нибудь емкость и посею тоже. Ну, вот я этот пакетик, получается, сеяла два года. Позапрошлым, в прошлом году. И, получается, вот остались семена еще сколько. Мне и этот пакетик даже не пригодится. Схожесть у них нормальная, кстати, была. Поэтому я сейчас вот посею их. И чуть-чуть я их дала белить. Я не присыпала грунтиком, потому что там, знаете, что мелкопыльные семена, их лучше не присыпать. Потому что они очень мелкие. Они так зайдут нормально. Зацепят за грунтик. А вот эти вот, я их присыплю чуть-чуть по этим вот грунтиком. Ну, конечно, я много сею. Я понимаю, что это много. Но я все равно вот так вот посею. Не взойдет, не взойдет. А вдруг зайдут. Когда много семян, говорят, они друг с другом конкурируют. И рвутся, рвутся, рвутся. На белый свет появится. Поэтому, возможно, они быстрее взойдут. Вот так вот возьму. И чуть-чуть их прикрою. И обязательно прижму этот грунтик, которым прикрыла. Легче будет сходить, если их вот как раз прижимаешь, семена вот так вот. Для большей уверенности обработаю вот таким вот из распылителя раствором, куда добавила энерген. Ну, просто на глазок. Две-три капельки. И обработаю вот так вот сверху. Грунт у меня уже был, конечно, намоченный. Но вот этот вот не повредит им, я думаю. Также лобилию возьму сверху, обработаю. Пусть она будет намочена сверху. Еще решила показать вам хосты и гейхеры, которые я сеяла из самосборных семян. Гейхеры у меня взошли. Вот уже второй сорт стал сходить. А два сорта так и стоят, не всходят. Потому что я думаю, что все-таки семена не дозрели. Вот эти семена я собирала поздно. Где-то, наверное, в конце октября. А вот эти раньше. И получается, что они не дозрели. Вот чем плохо сеять в одной емкости все четыре сорта, допустим, эти взошли, эти еще не всходят. Им бы потеплее надо. Вот так вот получается. Гейхеры взошли, а хосты не всходят. Я их прикрыла сейчас грунтом. И тоже сверху побрызгаю вот этим вот энергеном. Может быть, он им поможет. И сверху еще вот эти, где нет всходов, тоже побрызгаю. Вот эти вот гейхеры я закрываю крышкой до сих пор. Буду под крышкой держать их долго, потому что в прошлом году я их открыла, и они у меня стали подсыхать. Теперь я такую ошибку делать не буду. Их можно держать под крышкой очень долго. Проветривать буду, но под крышкой буду держать долго, не открывать. И ставлю под подсветку уже. А вот это я поставлю на батарею вместе с посевами вот этой вот лобели и цинерарию. Я ее ставлю вот так вот в пакетик. И все. И на батарею. На этом у меня мой посев окончен. Всем всего хорошего. Мир и добра, здоровья и благополучия. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok